добрый день дорогие друзья с вами капля продолжаем говорить об отверженности сегодня еще один важный тезис который мне хотелось бы озвучить и немножечко раскрыть дело в том что дух отверженности действует только через людей это найти тот дух который не может действовать сам по себе ему обязательно нужно как минимум несколько человек то есть если вы находитесь там в какой-то своей тайной комнате вы молитесь в один на один с богом или вы просто на один на один со своими мыслями то это дух действовать не может он всегда действует через людей он ищет таких людей которые были бы открыты и как правило это люди которые чувствуют некую угрозу своему положению в других людях это люди достигшие определенного положения простой христианин простой верующий это не амбициозно или будем говорить не очень амбициозный человек и ему не нужно бояться и поэтому он не боится по крайней мере за свое положение но как только мы говорим о маленьком лидер чеки него появляется этот страх потерять страх что появится кто-то кто будет лучше проповедовать лучше молиться лучше служить лучше помогать вообще будет лучше это мелкий дух и на мой взгляд люди через которых действует дух отверженности это достаточно мелкие люди свое время я сам был подобным человеком и поэтому очень хорошо могу понять и распознать этот дух когда ты что-то делаешь особенно когда ты делаешь это в первый раз то приходит знаете не то что ревность а приходит понимание что в мире миллион людей которые могут сделать это намного лучше и ты начинаешь бороться за это место я приведу пример чтобы вы меня поняли почти 20 лет или может больше двадцати лет назад господь мне сказал заняться христианской журналистикой я не был журналистом я был далек от этого и очень неквалифицирован я начал потому что привык быть послушным богу ни одного человека не было рядом кто мог бы помогать из профессионалов были такие же любители как и я и мы много и упорно трудились и много и упорно пробивались и когда мы начали уже выходить на более знаете пространное место то есть мы стали более свободно себя в этом чувствовать появились люди которые оказывается всегда были профессионалы полупрофессионалы бывшие профессионалы и так далее которые захотели присоединиться команде но я был против потому что я видел в них угрозу они более квалифицированы они более успешны практически все в технологии производства сми для них было легким делом то время как для нас это было очень тяжелым путем проб и ошибок так далее я помню это состояние ревности и до сегодняшнего дня я стараюсь его избегать всякое дело которое поручал бог она всегда сталкивалась с этим когда мы начинали миссию нам казалось что мы пришли в пустыню и никого нет и мы вообще первые здесь но как только мы построили дом и начали обустраиваться оказалось мы здесь не одиноки здесь тысячи людей которые лучше нас круче нас это объективно и опять же пришло то же самое чувство опасности и я понял что я могу стать источником отверженности то же самое с видеопрограммами с каплей которую вы смотрите когда я начинал меня побудил к этому апостол от телевидения сергей демидович которого безмерно люблю и уважаю это помазание которое есть на нем она несомненно никого практически не было кто делал бы подобные вещи но когда я начал развиваться вдруг появились на украине в россии в других местах люди которые делают абсолютно те же вещи и на мой взгляд лучше чем делаю я более успешно более профессионально и опять поднялась это самое чувство и я понял что я могу стать источником отверженности друзья не позвольте этому духу действовать через вас на мой взгляд это убьет не только ваше помазание и призвание но и может лишить вас вашего спасения и и и и